Всем привет! Меня зовут Марьян и сегодня я снимаю для вас новогоднее видео. Недавно я написала пост в ВК и написала вам о том, чтобы вы мне задавали вопросы. Думаю, может быть, снять обычный вопрос-ответ. И потом решила, раз, скоро будет уже Новый год, поэтому решила, надо сделать новогодний вопрос-ответ. Спросила вас, чтобы вы мне задали новогодний вопрос. И сегодня я буду отвечать на достаточно много вопросов, поэтому, если тебе интересно, то оставайся со мной и мы поехали. Регина спрашивает, где будешь отмечать Новый год? Я буду, скорее всего, или не скорее всего, или вообще буду, я не знаю, я буду отмечать со своими друзьями. Мы только, главное, еще не определили, где будем отмечать, но должна с друзьями отмечать. Танила Тукшаитова интересуется, что самое важное для тебя в Новый год? Наверное, для меня самое важное в Новый год, это то, что у тебя может начаться новая жизнь, заново все начать. Я не знаю, как вам это описать. Еще главный прикол в том, что все говорят, что я все начну новую жизнь с понедельника, а главное, 1 января 2019 года, понедельник. И я расспрашиваю, какой самый любимый новогодний фильм? Мой самый любимый новогодний фильм, это «Поиск охлапуса». Это такой художественный фильм, он как бы рождественский, там про собачку, про Санта-Клауса. Его всегда на канале Disney показывают перед Новым годом, поэтому не пропусти, обязательно смотри со мной «Поиск охлапуса». Карина Муратова задала аж два вопроса. С чем у тебя ассоциируется Новый год? Ну, Новый год у меня ассоциируется с тем, что ты украшаешь свой дом, что у тебя такое новогоднее настроение, ты ешь вот эти мандаринки. Я помню еще, вот недавно это было где-то в мельбере, у меня подруга принесла мандарин, его открывает, и этот запах просто переключился в Новый год, у меня новогоднее настроение. И еще главное, с чем ассоциируется Новый год, что в Ютубе, в ленте всякие разные новогодние видео, какие-то те айбаи, рецепты, еще какие-то видео, и также будет мое видео, тоже в этой ленте же, мое новогоднее видео. И второй вопрос, твой самый желанный подарок на Новый год? Мой самый желанный подарок на Новый год, это камера. Карина Каюпова спрашивает, каких целей хочешь добиться в Новом году? Моя цель в видеоблогинге, это научиться снимать круче и научиться лучше монтировать, и еще, наверное, моя цель, это учиться лучше, чем учусь я сейчас. Карина задает вопрос, какое у тебя настроение? У меня всегда настроение разнообразное, то есть, если я слушаю, например, музыку, то у меня сразу новогоднее настроение, смотрю всякие новогодние видео, то у меня тоже новогоднее настроение. Ну, иногда, конечно, у меня нет новогоднего настроения, и чтобы у меня было новогоднее настроение, я смотрю всякие разные видосики на YouTube. Что ты обычно делаешь под Новый год? Что же я обычно делаю под Новый год? Что же я обычно делаю под Новый год? Праздную, и как бы мы садимся, конечно, за стол. И, кстати, мы празднуем два раза Новый год. Почему два? Потому что мы живем в Астрахани, а здесь время плюс один. Да ладно! И мы сперва, получается, празднуем Новый год Астраханский, и через час празднуем Московский. Это очень прикольно, когда ты выходишь в 12 часов по Астраханскому времени, ты смотришь просто на небо, и везде вот эти салюты, не салюты. Выходишь через час снова на улицу, и у тебя снова салюты. И я не сказала, что я обычно делаю под Новый год. Празднуем два раза Новый год, первый раз празднуем Астраханский Новый год, слушаем Путина, пьем соки. Да ладно! Ну, потом, конечно, у меня почему-то... Потом уже все ложимся спать. Мела Курбани, я за вас спрашиваю, какие подарки собираешься подарить друзьям? Счет подарков я не думала, я точнее думала что-то подарить, но не думала вообще, что я буду дарить. Еще есть время, я надеюсь, что у меня что-то в голову придет, что им подарить. Но если я что-то приду в голову, я, конечно же, не буду говорить. Если бы у меня была бы в голове какая-то идея подарков, то я бы все равно не сказала, так как мои друзья смотрят мои видео, им было бы неинтересно потом получать этот подарок. Лидия Дулаева задает вопрос. Когда обычно украшаете дом? Точнее, какого числа? Мы дом украшаем всегда в разное время. Например, в прошлом году мы ставили елку 30 ноября. Украшали ее так постепенно, потому что времени вообще не было. И где-то мы покупали игрушки, украшали, потом покупали игрушки, украшали. И так это длилось до самого Нового года постепенно, по чуть-чуть. Но именно я говорила про елку. А если весь дом, то вообще, думаю, украшаем в числах 20-25. Рафаэль спрашивает, во сколько ляжешь спать? Я, наверное, я даже не знаю, во сколько я лягу в Новом году спать. А в прошлых годах я ложилась часа 2-3. Я помню, когда у нас еще было московское время. Да, у нас было раньше московское время, а теперь астраханское время. И когда у нас было московское время, я помню, я тут раз вообще в час легла. Потому что я ужасно хотела спать. Мне было лет 9-8. Я такая, ну, ок, лягу в час вообще. Мил Куин спрашивает, айдешь на школьный низкотек? Новогодний. Я, конечно же, пойду на новогодний школьный низкотек. Как оденешься? Я надеюсь, джинсы, какие-нибудь кроссовки. Наверное, какого-то стопа. Алиса Шакбанова задает вопрос, но он не новогодний, но мне он очень интересен. Это очень интересный вопрос, поэтому сейчас я отвечу на него. Есть два варианта. Первый. Изменить прошлое. Второй. Увидеть будущее. Что бы ты выбрала? Я бы, наверное, выбрала вариант 2. Увидеть будущее, так как если в прошлом ты изменишь то, что у тебя есть в настоящем, то оно может вообще исчезнуть. То, что ты чему радуешься в этом настоящем времени, то это вообще может не быть. Что было, то было. Я всегда следую при поговорке. Все, что не делается, все к лучшему. Поэтому я выбираю вариант 2. Ну, кстати, если я увижу будущее, то мне будет скучно жить в настоящем времени. Ну, нет. Если я, кстати, увижу будущее, то я же что-то в настоящее время дроп пойду не по тому пути, то у меня может измениться будущее. Но я не знаю. Вообще машинное время не существует. Если будет существовать, то пилки в лет 100, наверное. Может меньше. Я вообще не знаю. Я не видела будущее, поэтому ничего вам предсказывать не могу. И так мерово задает такой вопрос. Итак, в чем будешь праздновать? Праздновать и какую прическу сделаешь на Новый год? Я, наверное, буду праздновать в каком-то таком платьишке. Какую прическу сделаешь на Новый год? Я не задумывалась насчет прически на Новый год. В основном, я делаю каждый раз прическу. Это, наверное, обычные просто расчесанные волосы. Но в этот раз я хочу себе сделать культ. И последний на сегодняшний день вопрос. Украсил ли ты дом на Новый год? Я ничего не украшала. Если у меня задняя гирлянда, это не значит, что у меня весь дом там украшено. Все отрызгиваю. Патра-ля-ля. Если тебе понравилось это видео, то поставь мне пальчик вверх. Подпишись на мой канал. И обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые крутые видео. С вами была Марья Микубова. И до новых встреч. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok